Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, вместе с вами на библейском портале экзегет мы рассматриваем Евангелие от Марка. И вот мы подошли к самым трагическим событиям из жизни Господа уже после входа Господня в Иерусалим. И вот мы читаем сегодня 14 главу. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе». Вот события Страстной Седмицы. И приближается праздник Иудейской Пасхи. При этом первосвященники настолько озлоблены, что хотят схватить Спасителя, предать его смерти, и говорят, ну вот только не в праздник, чтобы, так сказать, не омрачить себе событие праздничное. Однако по промыслу Божию крестная жертва как раз совпадает с днем празднования Пасхи Ветхозаветной. И это было очень промыслительно. Почему так? Потому что, собственно говоря, Ветхозаветная Пасха, она уже прообразовала собой именно Новозаветную Пасху. Ветхозаветная Пасха была связана с пролитием крови Агнца, вспоминали исход богоизбранного народа из Египта, спасение от рабства, и вспоминали ту ночь исхода, когда в каждой израильской семье кровью Агнца помазали косяки дома. И ангел Божий, который пришел карать первенцев египетских, он, видя кровь на дверях израильских домов, проходил мимо этих домов. И таким образом израильтяне спасались от такого наказания. Вот это вот избавление от гибели, а заодно спасение от рабства, благодаря жертвенной крови Агнца, и находилось в центре Ветхозаветной Пасхи. А Новозаветная Пасха – это сам Христос, который проливает грехи за каждого из нас. И кровь Христовая избавляет нас от рабства греху, изводит нас из плена земной жизни и вводит в обетованное царство небесного наследия в рай. И когда был он в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Спаситель с учениками находится в Вифании. Это небольшое селение, недалеко от Иерусалима и Елеонской горы, и он находится в доме Симона прокаженного. К сожалению, мы не очень много знаем про этого Симона, но он был одним из учеников Христа. И вот появляется женщина с алавастровым сосудом. Это были такие изящно изготавливаемые сосуды. Алавастр — это порода такого тонкого камня, можно сказать, где высекалось все содержимое, убиралось, и оставлялась тонкая стенка. И туда наливали драгоценное мира. И для того, чтобы воспользоваться этим миром, оно запечатывалось, нужно было отколоть горлышко. А мира вообще стоило очень дорого. И вот мира возливалось, ну, конечно, когда, допустим, погребали очень богатых представительных людей. Вот тогда могли его помазывать миром. Кроме того, миром могли помазывать царей в знак особого благословения Божия. И в этой конкретной ситуации женщина, она со своей стороны выражает особое благоговение перед Господом. Но здесь же проявляется и божественный промысл в этом излиянии мира, как бы приуготовлении Христа к крестной смерти и положению во гроб. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее». Вот у некоторых из учеников мы видим такой чисто прагматичный подход. Прагматичный подход, он в чем выражается? В том, что все можно посчитать в денежном эквиваленте и по своему человеческому рассудку подумать, куда употребить эти деньги. Вот такой расчет был и у революционеров в 1917 году, которые считали, что вот надо у богатых отнять все, что они имеют, так сказать, вот это вот, раздать бедным, и таким образом воцарится благополучие. Но вместо этого наступил крах в стране, и крестьянам обещали землю, но земли никто не дал. Потом, если кто-то казался преуспевающим, его обвиняли как кулака, отнимали. И вот такой вот прагматичный подход, который пытается во всем увидеть какую-то выгоду и все оценить в денежном эквиваленте и думать, что вот это надо раздать другим, он очень часто подводит людей. Во-первых, потому что мы сами очень и очень ошибочные судьи, и наш суд зачастую несправедлив, когда мы пытаемся у кого-то что-то отнять и кому-то дать. Зачастую мы вредим и тем, и другим, а заодно и самим себе. И вот как отвечает Господь. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. И вот Спаситель прямо говорит, что нищие будут всегда, потому что, покуда существует наш грешный мир, всегда будет социальная несправедливость, неравенство. Всегда кто-то будет преуспевать, а кто-то оказывается внизу. И не иметь достатка. Но и всегда мы можем, конечно, благотворить, но не отнимая у другого, а пользуясь чем-то своим. Но вот Христа не всегда мы имеем с собой, потому что мы сами часто удаляемся от Христа. И вот эта вот женщина, она предварила помазать, говорит Спаситель, тело мое к погребению, потому что на самом деле, ведь погребение Господа совершалось очень спешно, очень быстро обернули его в пелены, положили во гроб, и фактически вот это вот помазание данной женщины, это и было подлинным приготовлением Спасителя к погребению. И удивительно, насколько Господь вот так вот прямо говорит о своей смерти, о том, что Он готовится к погребению. А еще Он добавляет, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память Ее и о том, что Она сделала». То есть Евангелие, во-первых, тут Господь говорит, что Евангелие будет проповедано в целом мире, и это исполняется. И сейчас Евангелие переводится на самые даже такие малоизвестные языки, допустим, на эскимосский язык, на чукотский язык, на множество других малых языков переводится. Но, во-вторых, Он говорит, что и про эту женщину тоже будет сказано. Хотя вроде бы событие такое малозначимое, но на самом деле за этим помазанием ведь что скрывается? То, что искренние люди, они никогда не жалеют ничего для Храма Божия, для Бога. И вот в русской традиции особенно так было, что люди все дорогое несли именно в Храм, жертвовали на Церковь, и поэтому мы знаем, что богослужебные сосуды, они всегда изготавливались из драгоценных материалов. Тем самым, особенно вот русский человек показывает, что его главная ценность находится в Храме. Святые тайны Христовы, таинство исповеди, богослужения. Поэтому для украшения богослужебных книг, для украшения иконостасов, икон, ничего не жалко. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Вот это и есть начало предательства. В данном случае это среда Страстной Седмицы. Поэтому мы постимся каждую среду. Не только пятницу, когда Спаситель распят был, но и в среду, когда ученик, один из двенадцати, Евангелие акцентирует на этом внимание, что ближайший из двенадцати предает. И вот, когда мы знаем это, то на что нам это указывает. То, что хотим мы или нет, но такое случается, когда и ученики Христовы отрекаются, и не все священнослужители оказываются стойкими, и когда бывают гонения, кто-то предает, а кто-то и без гонений предает. И нужно это принять как данность, потому что предателем оказался и один из двенадцати. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. Вот это вот злая радость первосвященников, которые радуются своему злому умыслу. Обещают дать сребреники. Мы знаем, что вот эта вот цена тридцать сребреников, назначенная за спасителя, это была цена раба, незначительного человека, которого могли продать. Вот за такую цену Иуда отрекается от своего божественного учителя. Видимо, когда сам Иуда стал учеником, он имел какой-то свой земной расчет, что Христос явится как мессия, земной, царь, который сделает апостолов своего рода министрами при своем царском дворе, и тогда они обогатятся. А когда оказалось, что Христос не становится никаким земным владыкой, то Иуда пытается ну хотя бы малое урвать и продает Господа за какие-то жалкие сребреники. И он искал как бы в удобное время предать его. В первый день опресников, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Полагалось в одном помещении собираться всей семье, близким людям, родственникам, и там вместе вкушать Пасху. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам. Вот так Спаситель направляет своих учеников и предсказывает, как они встретят человека, несущего кувшин, и последует за ним, и хозяин этого дома предоставит им горницу для совершения, для празднования Пасхи. И из этого что мы еще раз видим? что ни у апостолов, ни у самого Спасителя не было личного дома, не было никакого имущества. И даже чтобы встретить Пасху, они вынуждены были обращаться к другим людям. И вот промыслом Божиим устраивается так, что им выделяется такая горница. Итак, пошли ученики его и пришли в город и нашли как сказал и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И, конечно, вот этот вечер, он полностью не описан у евангелистов, потому что на Ветхозаветной Пасхе акцент не делается. Самое главное, что совершил Спаситель, это он, конечно, устанавливает таинство Евхаристии, причащение. И евангелисты описывают самое главное в духовном смысле. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня. Вот так Спаситель прямо открывает, что один из ближайших учеников оказывается предатель. Они опечалились и стали говорить ему один за другим «не я ли» и другой «не я ли». Настолько они были удивлены, что им не верилось, чтобы кто-то из собратьев мог пойти на такое. И вот они с удивлением каждый спрашивает про себя, не я ли. Он же сказал им в ответ «один из двенадцати обмакивающий со Мною в блюдо». Тут, конечно, надо знать особенности трапезы того времени, что на этой трапезе, конечно, был и агнец приготовленный, запеченный, и горькие травы, и хлеб. И вот эти кусочки хлеба и агнца макали в блюдо с каким-то простым соусом. И вот это блюдо символизировало некую общность учеников. И получалось так, что Иуда, который ел, можно сказать, с одной тарелки вместе с Господом, который обмакивал куски своей еды в одно и то же блюдо с соусом, он оказывался предателем Христа. И в этом смысле его предательство выглядит еще более жутко. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. В этих словах Господь говорит, называет смерть свою переходом. Сын Человеческий идет, как писано о нем, то есть Сын Человеческий должен принять смерть. А смерть это не исчезновение, это переход. И сам Спаситель проходит через смерть, потому что так написано о нем в священных писаниях, и такова воля Бога Отца. Но тому человеку, который стал предателем, ему, конечно же, горе. Он губит свою собственную душу. Даже Спаситель говорит, лучше было бы тому человеку не родиться. А почему так? Потому что если мы вспомним, чем кончил Иуда, совершив самоубийство и отправившись на вечные муки, то, конечно же, лучше было бы и не родиться на свет, нежели родиться и наследовать такую загробную участь. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все и сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемые». Вот так Господь устанавливает главное таинство церкви, святую Евхаристию. Почему Евхаристию? Потому что Евхаристия по-гречески благодарение. И когда спаситель берет чашу, сказано, взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. То есть эта чаша сопровождалась особым благодарением Бога Отца. Во время литургии мы тоже восхваляем Господа, и священник в тайных молитвах произносит особое благодарение Богу за сотворение мира, за то, что Господь наделил нас бессмертной душой, и хотя мы пали, согрешили, но через Сына Божия Бог Отец вновь возвращает нас в жизни вечной, и за это мы тоже приносим благодарение. Вот для этого таинства Спаситель употребил хлеб по-гречески артес, от глагола аэра значит подыматься, это хлеб вскисший на дрожжах не опресники, которые употреблялись на ветхозаветной Пасхе, а новый хлеб, потому что этот хлеб уже символизирует жизнь, опресники символизировали смерть, а хлеб вскисший на дрожжах как бы живой хлеб, он символизирует самого Господа Иисуса Христа истинную жизнь и Спаситель поэтому такой хлеб употребляет для своего таинства и вот устанавливается причащение конечно же это таинство оно непостижимо для нашего рассудка но в истории было очень много случаев, когда Господь давал прозреть, что действительно под видом хлеба и вина он предлагает свое истинное тело и кровь и мы тем самым становимся сотелесными Христу мы становимся его причастниками и приобщаясь телу и крови Спасителя мы тем самым приобщаемся и его Божеству воспринимаем благодать Святого Духа и через это становимся наследниками жизни вечной Спаситель предсказывает истинно говорю вам я уже не буду пить от плода виноградного до того дня когда буду пить новое вино в Царстве Божием это была действительно последняя трапеза Спасителя он больше не вкушал и не пил потому что дальше предстояли страдания смерть а потом воскресение и вот воскреснув Господь действительно являясь ученикам разделял с ними трапезу но разделял трапезу только для того чтобы подтвердить истинность воскресения что это действительно он в том самом теле с которым ходил по земле и Царствие Божие подразумевается именно воскресение потому что когда Господь воскрес то тем самым воцарилась жизнь а смерть и дьявол побеждены Тайное вечер закончилось и воспев пошли на гору Елеонскую это был такой обычай когда Спаситель воспевал псалмы царя Давида например они могли петь псалом благословлю Господа на всякое время выну хвала его востех моих и говорит им Иисус все вы соблазнитесь о мне в эту ночь ибо написано поражу пастыря и рассеются овцы по воскресенье же моем я предварю вас в Галилея Господь не хочет вводить учеников в заблуждение Он видит их немощ и прямо предсказывает что они соблазнятся когда увидят его человеческую немощ что он так вот предается в руки злодеев но при этом он говорит что он воскреснет и предварит в Галилее то есть опередит уже учеников когда они будут идти в Галилею он там их уже встретит как бы предварительно там явившись Петр сказал ему если все соблазнятся но не я Петр в каком-то смысле был уверен за самого себя ведь как же так я оставил все я последовал за тобою я исповедовал тебя сыном Божиим и во всем действительно Петр проявлял такую горячую последовательность верность Христу но Петр еще не знал всей немощи своего собственного естества и говорит ему Иисус истинно говорю тебе что ты ныне в эту ночь прежде нежели дважды пропоет петух трижды отречешься от меня но он еще с большим усилием говорил хотя бы мне надлежало и умереть с тобою не отрекусь от тебя тоже и все говорили конечно можно по-человечески понять и Петра и других учеников которые действительно хотели быть верными спасителю может быть причина вот этого отпадения заключалась в том что они еще не были причастны святому духу потому что когда в день пятидесятницы на них сошла благодать святого духа то это были уже новые люди которые не боялись проповедовать свидетельствовать о Христе претерпевать всевозможные пытки страдания и сами приняли смерть за Христа без всякого страха потому что благодать Божия укрепляла их а в это время они еще не были причастниками святого духа и собственные их силы были конечно недостаточны пришли в селение называемое Гефсимания это селение на склоне Елеонской горы где очень много оливковых деревьев и он сказал ученикам своим посидите здесь пока я помолюсь и взял собою Петра Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать спаситель специально берет тех самых трех учеников Петра Иакова и Иоанна которые были свидетелями его преображения на горе Фавор там они видели его божественную славу и величие а здесь теперь на склонах Елеонской горы они созерцают его человеческую немощь спаситель испытывает обычный человеческий страх и сказал им душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуйте вот это эти слова душа моя скорбит смертельно означает что скорбь была настолько сильной как бы до самой смерти ведь Господь как человек предощущал приближающуюся смерть а смерть она неестественна для человека и каждый из нас по природе страшится смерти вот если мы прикоснемся к огню то мы невольно отдергиваем руку это защитная реакция нашего организма и каждое живое существо боится смерти этого тоже природная наша защита смерть незаконно вторглась в жизнь людей люди не должны были изначально умирать и поэтому когда вот это неестественное для человека смерть приближается естество человеческое терпит страх такое естество было и у самого господа и вот оно проявилось в этот момент и отойдя немного упал на землю и молился чтобы если возможно миновал его час си и говорил авва отче все возможно тебе пронеси чашу сию мимо меня но ничего я хочу а чего ты спаситель чувствуя трепет своего естества говорит пронеси чашу сию мимо меня но завершает все-таки главными словами ничего я хочу а чего ты то есть человеческая воля Христа она всецело следует за волей божией возвращается и находит их спящими и говорит петру симон ты спишь не мог ты бодрствовать один час бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плоть же немощно то есть спаситель как бы говорит вот совсем недавно вы заверяли что не отпадете от меня и не будете предавать но сейчас когда душа моя скорбит вы предаетесь сну беспечности и таким образом искушение легко захватит вас чтобы противостоять искушению нужно бодрствовать потому что плоть немощна и только наш дух может явить подлинную силу если дух неугасимо следует за господу и опять отойдя молился сказав то же слово и возвратившись опять нашел их спящими ибо глаза у них отяжелели они конечно заснули по немощи а в каком-то смысле от растерянности от страха потому что не знали что и как делать хотя спаситель говорил что и вы должны молиться в этот момент и они не знали что ему отвечать и приходит в третий раз и говорит им вы все еще спите и почиваете кончено пришел час вот предается сын человеческий в руки грешников встаньте пойдем вот приблизился предающий меня и так спаситель после молитвы с всецелой готовностью вступает на путь начинающихся страданий прямо говорит ученикам что час пришел и уже идет предающий меня и тотчас как он еще говорил приходит иуда один из двенадцати и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и книжников и старейшин здесь иуда уже сбрасывает свое обличие он открыто идет в сонме врагов в каком-то смысле возглавляет их приводит их на место моления господа предающий же его дал им знак сказав кого я поцелую тот и есть возьмите его и ведите осторожно вот эти вот люди которые хотели схватить господа они не знали ведь темно ночь и они могли не увидеть не различить христа а иуда как постоянно общавшийся со спасителем он конечно же прекрасно понимал помнил лицо господа и он дает вот такой знак и придя тотчас подошел к нему и говорит рави рави и поцеловал его рави рави то есть учитель учитель и целует это такое приветствие близкого человека потому что не каждому позволено обнимать тебя и целовать при встрече только самые близкие могли такое себе позволить таковыми были двенадцать апостолов и в данном случае вот этот жест иуды был жестом лукавого предателя предательский поцелуй полное извращение всех его действий а они возложили на него руки свои и взяли его один же из стоявших тут извлек меч ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо Марк об этом кратко говорит у других евангелистов мы узнаем что этим учеником был Петр который отсекает ухо рабу первосвященника и мы узнаем что спаситель исцеляет этого раба и запрещает Петру он исцеляет и ухо у раба оказывается на прежнем месте а Петр уже не может употреблять меч потому что пришло время для духовного испытания и тут нужно принять свой крест и пострадать тогда Иисус сказал как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями чтобы взять меня каждый день бывал я с вами в храме и учил и вы не брали меня но да сбудутся писания то есть я каждый день был с вами в храме действительно в первые дни страстной седмицы вот вообще начиная со входа Господней в Иерусалим он появлялся в храме но там-то боялись его схватить потому что люди были за Христа а здесь ночью время и власть тьмы тогда оставив его все бежали вот тут-то ученики в страхе разбегаются они увидели что Господь учителях схвачен и они ничего уже не могут предпринять разбегаются один юноша завернувшись по ногому телу в покрывало следовал за ним и воины схватили его но он оставив покрывало ногой убежал от них время было ночное и видимо вот этот юноша который услышав какие-то ночные звуки и тут же пришли люди вооруженные он вышел посмотреть что происходит следовал тоже за Христом его схватили и вот он сбрасывает себя от покрывала и бежит есть предположение что этим юноше был сам Марк потому что только он упоминает о вот таком моменте возможно это и был евангелист Марк и привели Иисуса к первосвященнику начинается суд над Господом и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники вообще-то по закону полагалось чтобы был только один первосвященник но в то время была большая борьба за власть различные политические интриги и поскольку над иудеи правили прокураторы римские наместники то зачастую они меняли первосвященников путем политических интриг и получилось так что первосвященников было много не один ну несколько так что один уступал место другому и вот теперь они собрались и старейшины и книжники они как бы пытаются собрать синедрион суд Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященников и сидел со служителями и грелся у огня Петр не боится следовать он надеется что еще спаситель как-то освободится а может быть и сам Петр себя как-то проявит явит какую-то хитрость здесь так по крайней мере он мог размышлять в тот момент первосвященники же и весь синедрион искали свидетельствование Иисуса чтобы предать его смерти и не находили их цель была умертвить Христа а для этого нужно было найти те или иные законные доводы а найти не удавалось потому что нужны были какие-то уж слишком страшные преступления или какое-то откровенное богохульство преступления которые ну никак не могли позволить спасителю дальше оставаться жить среди богоизбранного народа ибо многие лжесвидетельствовали на него но свидетельств сии не были достаточны ну да могли говорить что он не соблюдал субботы он кого-то исцелял в субботу что он позволял ученикам в субботу вкушать зерна на поле но разве можно было за это казнить было много людей которые либо завидовали либо просто испытывали какую-то неприязнь ко Христу но все что они говорили весь их негатив не был достаточен для смертного наказания и некоторые встав лжесвидетельствовали против него и говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный но и такое свидетельство их не было достаточно ну во-первых спаситель не так говорил он говорил разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его он не говорил что я разрушу а вы разрушите он не говорил храм сей рукотворенный а просто говорил храм сей и я в три дня воздвигну его и под храмом он подразумевал свое тело которое он воздвигнет на третий день потому что воскреснет ну как бы там ни было и этого свидетельства не было достаточно но и такое свидетельство их не было достаточно тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса что ты ничего не отвечаешь что они против тебя свидетельствуют но он молчал и не отвечал ничего спаситель знал что пытаться их образумить бесполезно да и собственно говоря зачем что-то говорить если он пришел на страдания и на искупительную смерть опять первосвященник спросил его и сказал ему ты ли Христос сын благословенного вот этот вопрос он заключал такую интересную уточняющую мысль не просто ты ли Христос то есть помазанник ведь помазанников было много и пророки и цари и царя Давида называли тоже в каком-то смысле Христом как помазанником Божиим а здесь говорится ты ли Христос сын благословенного то есть сын Божий особый помазанник непосредственный сын Бога Отца и вот на этот вопрос спаситель уже прямо свидетельствует Иисус сказал я и вы узрите сына человеческого сидящего одеснуя силы и грядущего на облаках небесных то есть придет такой момент когда спаситель явится уже для суда одесную силы то есть одесную Бога Отца одесную божественной силы Бога Отца он явится в своем человеческом естестве поэтому они узрят сына человеческого грядущего на облаках небесных тогда первосвященник разодрав одежды свои сказал на что еще нам свидетелей вы слышали богохульство как вам кажется они же все признали его повинным смерти иудеи иудеи раздирали одежды в исключительных событиях жизни это было символическим выражением либо какого-то горя либо каких-то страшных происходящих рядом событий но в данном случае первосвященник своим действием выразил такой вот удивительный символ он раздирает свои первосвященнические одежды что вообще это было не положено раздирать служебные священные одежды и тем самым уже свидетельствовалось что ветхозаветное священство заканчивается вот сейчас будет жертва христова принесена спаситель прольет кровь и тем самым он устанавливает новое священство а одежды ветхозаветного первосвященничества и вообще священства раздираются и упраздняются и некоторые начали плевать на него и закрывая ему лице ударять его и говорить ему про реки вот интересно что если приехать на святую землю и идти мимо таких убежденных иудеев то они тоже могут плюнуть и вот они плюются до сих пор в христиан так же как в то время слуги первосвященника плевались на христа и били его но на самом деле поступающие так позорят самих себя показывая кто же они есть на самом деле и слуги били его полонитом а вот дальше уже происходит более неприятное когда петр был на дворе внизу пришла одна из служанок первосвященника и увидев петра греющегося и всмотревши с него сказала и ты был с иисусом назаренином но он отрекся сказав не знаю и не понимаю что ты говоришь вот петр в данном случае не ожидал что к нему подойдут с таким утверждением да что он был вместе со христом и поэтому он пытается как бы уклониться спрятаться я вообще не понимаю о чем ты говоришь я тут вообще ни при чем просто вот я греюсь у костра но петр забыл слова господа что кто отречется от меня перед людьми того отрекусь и я пред отцом моим небесным так же как кто исповедует меня пред людьми того исповедую я пред отцом моим небесным ну кстати вот петр потом покаялся и значит даже и такие прегрешения отречения тоже врачуются покаянием и вышел вон на передний двор и запел петух это вот первый раз петух запел служанка увидев его опять начала говорить стоявшим тут этот из них ну у служанки это язык не унимался и ей хотелось так сказать поделиться с другими а петр проявляет опять слабость он опять отрекся спустя немного стоявшие тут опять стали говорить петру это уже другие не служанка точно ты из них ибо ты галилеянин и наречие твое сходно а ведь ученики христовы они все были из галилеи и у них было особое наречие которое жители иерусалима легко отличали он же начал клясться и божиться не знаю человека сего о котором говорите то есть он склятывая это произносит тогда петух запел во второй раз и вспомнил петр слово сказанное ему иисусом прежде нежели петух пропоет дважды трижды отречешься от меня и начал плакать только сейчас петр приходит в себя вот такое бывает что какое-то греховное искушение наваливается как некое наваждение и ты ничего не можешь поделать с собой ты как будто собой не владеешь а потом наступает отрезвление ты видишь что натворил и становится очень горько и больно от своего же собственного поступка и мерзко на душе и выход то какой вот это слезное покаяние искреннее раскаяние когда от сердца надо произносить боже очисти меня грешного прости меня грешного и покаяние петра конечно было очень глубоким и сопровождалось слезами вот ну на этом мы завершаем рассматривать 14 главу и в следующий раз продолжим до скорой встречи храни вас господь до скорой встречи субтитры и Продолжение следует...